Здравствуйте, меня зовут Вадим Климов. Я предлагаю вашему вниманию программу Афиши, в которой речь идет о культуре в городе Барнауле. Хочу сразу предупредить, что про фильм «Пока цветет папоротник» я говорить не стану. Мы поговорим о местных культурных событиях. Большая культура с ее московскими амбициями – это, конечно, явление особого рода. Мне же важно то, что происходит в нашем культурном пространстве. Недавно в столице прошли так называемые «Дни культуры Алтайского края». Надо думать, что молодежный ансамбль танцев, ансамбль «Вечерки», «Арсений Бородин» и другие во главе с Бисером Кировым достойно представили культуру Алтайского края. Интересно, а можно вообще не возить артистов из края на такие мероприятия? Пусть выступают те, кто уже осел в Москве, пусть отдают долг малой родине. И опять же, оптимизация расходов – экономия какая. Но мы тоже не лыком шиты, мы тоже культурная столица. Это вы же помните, культурная столица Юго-Западной Сибири. И сегодня в программе в Молодежном театре Алтая читки пьесы про сегодня во главе с режиссером Дмитрием Егоровым. В галерее «Кармин» выставка из собрания Михайловской картинной галереи. На дворе «Октябрь» и в галерее «Бандероль» выставка «Капля огня» Ильи Октября. В павильоне современного искусства «Открытое небо» фото-выставка «Бесконечность» Никиты Конарева. Концерт в резиденции журналистов Алтая «Гриль Барри Тасс» немецкой легендарной группы «Блюз Компани». И еще сюжет о фестивале мини-фильмов «Кто герой нашего времени?». Ну а в финале программы я традиционно расскажу о некоторых культурных мероприятиях, то есть анонсы. «Фотография – это правда, а кино – это правда, 24 кадра в секунду». Жан-Люк Гадар. Что такое читки в театре? Зачем? Что это даст? Хотелось мне знать. И что будет со спектаклем «Прекрасное и далеко»? Вот об этом и хотел услышать от режиссера Дмитрия Егорова, я который опять в Молодежном театре Алтая. Про сегодня задача очень простая. Мы эти пьесы хотим просто проверить, как они действуют на зрителя, да, каким образом возможен ли отклик этих текстов, да, среди зрителей. Главное, на самом деле, конечно, является не сколько читки, сколько разговор после самой читки, потому что самое интересное – послушать отзывы. Потому что я, например, уже привык ко всему, да, вот, и, ну, разные пьесы, нормативная лексика для меня, ну, пьесы, например, уже не вызывают никаких там волнений или так далее. Вот. И это скорее такой диалог. Нисколько попытка предъявить, как-то представить, сказать, нет, вот мы знаем, как правильно, нет. Сколько скорее диалог, сколько вопрос, интересно ли вам это, да, насколько вам кажется это необходимо или не необходимо, да. И, может быть, какие-то первые сомнения насчет того, может быть, эту пьесу стоило бы на камерной сцене или там как-нибудь еще попробовать поставить, да, возникнет уже здесь сейчас. И, как ни странно, пьесы-то за это время стали пожестче. То есть, например, какие-то элементы грубости, какого-то ненорматива, они сейчас, если бы тогда мы нашли те пьесы, которые были бы интересны и в которых бы это, ну, были бы цивильными более-менее, то сейчас просто, к сожалению, время такое, по всей видимости, сложилось, да. И это никакая не догма, никакая не попытка сказать, дескать, мы знаем, как правильно, а типа вы пришли и давайте-ка приобщайтесь к высокому и прекрасному, нет. Скорее просто такой диалог. Все понимают, можно что-то новое попробовать, какие-то новые в себе грани открыть, даже хотя бы через лист на бумаге, да. И поэтому, вот, наверное, пьесы про сегодня так название оставили. Спектакль «Прекрасное далеко», мы восстановили сейчас на планшете вот нового здания Алтайского молодежного театра. Вот, к сожалению, к большому, все-таки, как бы, как ни пытались мы сохранить как-то пространство, которое есть, оно, конечно, уже другое. Ну, нельзя в одну и ту же реку дважды войти, понятно, что там было то здание, то пространство, тот зал. Здесь, насколько возможно, мы постарались это дело как-то восстановить. И для меня даже какие-то вещи случились по-новому и лучше, чем было тогда. Он как-то стал тоньше, умнее, по-моему, взрослее. И, конечно, он чуть-чуть другой. Вот, но, конечно, к сожалению, акустика на сцене оказалась хуже, чем в зрительном зале того театра даже. Как-нибудь не грустно. И вообще, конечно, я не буду скрывать и не буду скрывать того, что то, как была проведена реконструкция и то, каким образом было все это дело сделано, да, по отношению света, акустики и так далее, это все безобразие полное в этом здании. И тем, кто занимался оснащением сцены и подготовки сцены как таковой, по поводу зала, вот мы сейчас в нем стоим, все красиво, все прекрасно, да. А про сцену-то не особенно сильно думали, как я понял. И, конечно, акустика чуть хуже стала, но при этом все равно сейчас вот я здесь, и мы, конечно, прекрасная далекость сейчас после восстановления будем как-то сейчас и выравнивать, и улучшать. И вот уже, я думаю, в августе уже были первые показы, и сейчас, я думаю, мы скоро уже все покажем. А теперь свои впечатления. Современная актуальная драматургия есть, и ее много. Последние годы на актуальные пьесы стали обращать внимание даже академические репертуарные театры, а не только продвинутые проекты типа «Платформа» и другие альтернативщики. Почему в театре так мало современного материала, а все больше Шекспира до Чехова? Это сложный вопрос и бесконечная тема для дискуссии. Давайте скажем просто. Павел Пряжко и Ярослава Пулинович не проверены временем. А может быть, всегда так было? Драматурги-современники – это сложный материал. И режиссеры идут проверенным путем, ставят классику, поэтому каждый сезон «Новый Гамлет» и «Три сестры» произносят на разный лад «Быть или не быть» и «В Москву, в Москву». Например, живет в Барнауле всемирно известный современный драматург Александр Строганов. Его же пьес в Молодежном театре Алтая, кажется, не читали и не знают, наверное. Да бог с ним, со Строганом, он голова. Надо ли думать, что современный театр требует и современной драматургии? Конечно, об этом надо думать и это надо делать. Меняется зритель, меняется его восприятие, меняется стремительный язык и смысл существования. Бессмысленно и абсурдно существует мир. И в нем есть отдельный человек, который то мнит себя частью вселенной, то страдает от одиночества, навязанного обществом потребления. Проблем с человеком миллион, и театр – это лаборатория человеческих эмоций. После того, как в Молодежном театре Алтая почитали современные пьесы, их долго обсуждали, и это было интересно послушать. Но мы будем ждать воплощения спектаклей на сцене. Галерея Кармин работает. Для тех, кто следит за тем, что происходит в культурном пространстве Барнаула неповерхностно, а все же чуть больше знает, фраза «Кармин работает» звучит утверждающе. Сегодня в галереи Кармин можно помимо постоянно действующей экспозиции посмотреть выставку из собрания Михайловской картинной галереи. Это продолжение серьезного проекта, шедевры сельских картинных галерей Алтайского края. Если бы у краевой администрации не было предвзятого отношения к Кармину, то за столь серьезный проект надо грамоты давать. Искусствовед Любовь Николаевна Шамина и директор галереи Галина Грантовна-Хачатурян невероятно много сделали для того, чтобы барнаульский зритель смог увидеть произведения искусств из тех сельских картинных галерей, про которых в крае почти забыли. Выставка интересная, необычная. Так как большинство имен авторов незнакомо местной публике, у Михайловской галереи очень необычная история собрания, необыкновенная, я бы сказал. Собрание Михайловской картинной галереи сформирован народным художником Яковом Никифоровичем Скрипковым и заслуженным художником Николаем Ивановичем Дрючиным. Ее фонды насчитывают сегодня более двух тысяч художественных произведений в экспозицию. О галерее Кармин вошло 60 лучших живописных работ 36 художников. Если внимательно посмотреть на имена авторов, то узнаете много интересного. Но нужно сказать о другом. Недавно один коллега-журналист спрашивал меня о новой инициативе министра культуры Владимира Ростиславовича Мединского, в которой говорится, что собрание музеев должно пополняться за счет меценатов. Ему члену Политсовета правящей партии про меценатов из Москвы виднее. А у нас только спонсоры и то не лично граждане буржуи, а как правило компании, какая-нибудь, например, Межрайнефтьгаз. И вот вопрос, кто меценат? Директор или владелец компании? А может, рабочий этой компании? И в связи с этим вспомнил добрым словом Сергея Грантовича Хачатуряна, который основал галерею Кармин и собрал большую интересную коллекцию произведений алтайских художников. Наверное, Хачатурян был меценатом, о которых думает министр культуры. К несчастью, Сергей Грантович скоропостижно скончался 6 августа. И, конечно, некоторые не применули сказать, империя рухнула. Но галерея работает. И это то доброе дело, за которое нужно помянуть Сергея Грантовича добрым словом. Как мне сказали, галерея будет работать. Утверждающе. Почему октябри всегда впереди? Да простят они меня по старой дружбе за этот каламбур. Илья Октябрь в галерее Бандерой показал несколько новых работ. Выставка называется «Копля огня». И вы увидите здесь продолжение. Продолжение чего? Продолжение движения в рамках эстетики и философии русского авангардного искусства. Вы подумали, что я так замаскировал мысль, что тут ничего нового? А что нового вы видели в изобразительном искусстве, кроме, может быть, проекта АЕС плюс Ф? И то они уже после исламского проекта давно не новые. Илья Октябрь прекрасно маневрирует в пространстве неформального искусства. То поворачивается к традициям русского авангарда, то к новой, своеобразной пост-трит-арт эстетике. Хорошая выставка. Илья так просто, без надрыва и громких заявлений, без манифестов и пошлости, стал лидером изобразительного искусства своего поколения. Вот я и спрашиваю, почему Октябрь всегда впереди? Валерий Эрикович 30 лет, был самым модным художником в городе. Таким и остается, теперь он еще и самый известный. Денис лет 15 уже, как один из лидеров местного искусства, выставки его работ всегда вызывают интерес. Евгения – известный художник-педагог, и если говорить отдельно о женской живописи, то она уже давно признанный автор. Илья тоже не первый раз выставляется, и эта выставка опять вызовет много толков. Хорошие работы, интересное художественное мышление, богатый в совокупности семейный опыт, желание работать, быть художником – все это признаки большого творческого будущего. Так что пора покупать, пока он молод. Будете хвастать ранним Ильей Октябрем. Поверьте, у меня есть ранний Валерий Октябрь. Капля огня – небольшая выставка, и вы почти всю ее увидели сейчас на экране, но это не значит, что не стоит сходить в галерею. Все же вживую живопись смотрится намного интереснее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Это наше родное сибирское, тут страшно каждому и нудно. Это какое-то страшное состояние, и оно страшит своей вечностью и бесконечностью. Подконарев и экспериментирует с этим понятием в рамках обыкновенного пейзажа. Есть в его работах и тоска смертная, пугающая, и простота суровая, и все это вместе, то состояние, которое всем знакомо – нудная русская зима. Тут мы наблюдаем это состояние, которое так и называется – длинная русская зима. Любопытный, надо сказать, проект, но в отдельности рассматривать фотографии я вам не советую. Каждая отдельно взятая работа не вызывает восторга. Все туповато, простовато, с набором всех примитивных штампов, так что сразу теряется вся идея. Ну что такое зимний пейзаж с горизонтом ровно пополам и простой композицией, и немного с пересветом для большего эффекта белого. Да ничего интересного, традиционного. Проект «Бесконечность» интересен целиком. Тогда автору удается погрузить зрителя в то пространство, которое он замыслил. И не зря выставка подается в отдельном оформлении, на бесконечной белой полосе. Например, нашему оператору, который снимал эту выставку, все не понравилось. Он категорично отозвался о техническом качестве, отбросил сразу всю идейность выставки и остался при своем мнении, что все это нехорошо и так снимается легко. А никто и не спорит. Суть-то как раз не в сложности технических моментах, а в идее. Мне показалось, что автор смог передать бесконечный ужас пустоты той русской зимы, которая притча во языце. Сибирь – страшное слово. «Это мы вынужденно находим радость в зиме. Снежинки вырезаем, в снежки играем, горки, санки, лыжи. А на самом-то деле убийственно, холодно и бесконечно страшно». «Очередной концерт в Тасе». Я не устаю повторять, что в этом зале проходят лучшие концерты. Это же единственная рок-н-ролльная площадка в городе. На неделе там были легендарные немецкие блюзмены. Блюз-компания – они на самом деле уникальные для европейской музыки. Они популярны, востребованы не только в Германии. Не стоит думать, что в Барнаул едут заштатные иностранцы. Далеко не так. Так, известный промоутер, организатор концертов Евгений Колбышев привозит известных и, главное, необыкновенно интересных музыкантов. У Колбышева прекрасный вкус, он большой знаток и крупный специалист. Но скоро увидим уже 17 октября Вадима Степанцова, 25-го Ядха из Тувы, а в ноябре Саба Блюзбенд – это группа совместная израильско-американская. И Джи Си Смита, тоже американца. От этой компании блюзмена в публика была в восторге. Это был интересный концерт, если вы его пропустили, теперь не вернешь. Того праздничного настроения и прекрасного вечера, хорошего такого немецкого блюза. Но будут другие концерты. А может быть, блюз-компания к нам еще вернется? Ведь такое уже случалось, надо только следить за рекламой. Фестиваль мини-фильмов «Кто герой нашего времени». Это интересное, но узкое мероприятие, хотя в шорт-лист вошло 29 фильмов. Организовывает его театральная мастерская в Охромеевых и делает это уже второй раз. Я был на первом фестивале и посмотрел программу второго. Стоит сказать, что качество работ, присланных на фестиваль, не изменилось. Что толку называть победителей? Нужно сказать об общем впечатлении, а имена победителей прочтите в интернете. Кто же он, герой нашего времени? Задача ли этого фестиваля найти его? Хотя бы определиться, кто это? Молодой предприниматель, ботаник-ученый, офисный планктон, радикальный художник, рабочий или колхозница – кто он? Герой 60-х – Гагарин, стиляга или правозащитник, не побоявшийся сказать власти, вы не правы? Герой 70-х – строитель БАМа, хиппи и послушное большинство с кухонными разговорами. 80-е – десятилетие героев рок-н-ролла и воинов-афганцев, брошенных государством на чужую войну. 90-е, 2000-е – у каждого поколения свои герои. Кто герой современности? Что хочет молодежь? Может, они видят героем Яшина политика? А может, Овечкина хоккеиста? Все это пустые вопросы. Я смотрел мини-фильмы. В некоторых была какая-то идея, другие были пустышками, но простого и понятного ответа я не получил. Сложилось, конечно, представление. Герой нашего времени – это страдающий от несчастной любви, гопник, бухающий и поющий рэп в новостройках, еще он переживает за страну так навязчиво, что, кажется, ему заплатили. Но не все так дурно. Есть и нормальный патриотизм, без пафоса, есть искренность, есть отражение жизни, что и должно быть. Владеть камерой, понимать, что такое свет, звук, может быть, они и научатся, если поймут, что речь идет об искусстве, кино. Я бы гран-при отдал фильму «Я тебе скажу», но жюри решило, что это будет работа в поиске. И убитого меня до крестной смерти любишь ты. Дамы и господа говорят, что следующий год в России могут объявить годом культуры. Под это дело, наверное, выделят денег на культуру. Вот говорят, что президент уже собирается повысить заработную плату работникам культуры. В Барнауле с тахановскими темпами строят государственный художественный музей. И при этом, при контроле администрации края и города, в центре Барнаула, а рядом с историческим зданием аптеки построили какой-то павильон убожества. Вот такая культура в архитектуре. А теперь к новостям. Гастролеры. Восьмого спектакля «Роза с двойным ароматом». Девятого балет «Дон Кихот». Десятого «Нино Катамадзе». Двенадцатого «Анита Цой». Тринадцатого «Софи Ротару». Пятнадцатого «Лепс». Шестнадцатого «Любовь Казарновская». Двадцать первого «Игорь Губерван». Двадцать пятого «Сопрано-10». Хор турецкого. Выбирайте и спешите за билетами. В филармонии восьмого выступит легендарный Леонид Серебренников. Пятнадцатого «Органная карта России». Шедевры органной музыки Вячеслав Муртазин. Семнадцатого «Джазовый вечер» и «Американский трубач». Девятнадцатого «Виртуоз гитары» Евгений Финкенштейн. Двадцатого «Галоконцерт» «Три баритона». Двадцать третьего «Хироку Инууэ». Двадцать девятого «Классика» и «Народный оркестр». Тридцать первого «Камеранс плюс». 18 октября «Духовой оркестр» открывает сезон программой «Юбилей в кругу друзей», посвященной 50-летию творческой деятельности художественного руководителя ансамбля Владимира Клименко. Театры открыли сезон, и в драме уже состоялась премьера «Три сестры». Одиннадцатого в Театре музыкальной комедии открытия сезона программой «Богатство музыки Алтаю» и уже идут репертуарные спектакли. Пятьдесят пятый сезон открывает Молодежный театр Алтая и двенадцатого там спектакль «Прекрасное далеко». Выставки. В зале Союза художников одиннадцатого открывается персональная выставка Юлии Никитюк. В галерее «Кармин» шедевры живописи Алтайского края, в павильоне современного искусства «Открытое небо» фото-выставка «Бесконечность» Никиты Конарева, в галерее «Бандероль» Илья Октябрь «Капля огня». В проспекте «Пикассо», в Туриной горе Елена Волкова, а в галерее «Соль» «Соленый берег». Меня все время спрашивают, что с галереей «Республика ИЗО». Скоро открытие. А теперь «ТАСС». Седьмого «Вилла-гриль-бар ТАСС» дебют. Восьмого «Концерт в поддержку» Алексея Костюшко. Девятого «Дети лейтенанта Шмидта» представляют программу «Вам удачи». Десятого «Рэд Дилишенс» из Екатеринбурга и «Ямми с ними». Одиннадцатого «Спиритл Сеанс». Семнадцатого «Вадим Степанцов». Надеюсь, публика знает этого легендарного поэта и автора-исполнителя великого магистра ордена куртуазных маньяристов, лидера группы «Бахыт Компот». Не забудьте про дресс-код. Сеть «Киномир» представляет мир, Родина, Европа. Обитель зла-возмездия, особо опасный, мужчина с гарантией, петля времени, экспонат, цунами 3D, порочная страсть, универсальный солдат 4, заложница 2, на дороге, орда. Это надо посмотреть обязательно. И стоит, наверное, посмотреть «Духлес». Все же книжка была легендой гламура. С одиннадцатого октября смотрите «Синистер. Самый пьяный округ в мире. Любовь с акцентом. Аэротачки 3». И «Франкен Винни». Это новый шедевр от Тима Бертона. Спарки! Невероятно! Твой щенок ожил! Спарки! Тссс! Угомонись! Это не смертельно. Следите за рекламой. Смотрите программу «Афиша» на РЕН-ТВ Барнаул. В интернете смотрите на Ютьюбе, Фейсбуке и ВКонтакте. Всего доброго, творческих успехов. Рекомендую вам пользоваться такси после концертов или спектаклей в театрах. Такси-эконом. Сначала ты доверяешь увезти маму, потом встретить жену и даже отвезти детей. И, наконец, ты доверяешь жизнь. Такси. Доступно всем. Такси. Эконом. Плюс. Плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok